Екатеринбуржец Евгений Новокшонов установил мировой рекорд по продолжительности дрифта. 17 часов 34 минуты без остановки, без дозаправки, без смены водителя он двигался в управляемом заносе по льду озера Колды, что в Челябинской области. Как признался сам Евгений, идея побить существующий рекорд, поставленный пилотом команды BMW в США и составляющей 8 часов 15 минут, ему пришла еще 4 года назад. Но собрался и сделал он это только нынешней зимой, 22 января. В дрифте Евгений не новичок. Увлекается этой спортивной дисциплиной много лет, причем как за настоящим рулем, так и с помощью компьютерного симулятора. И там, и там он, по его признанию, может делать это часами. Поэтому, когда речь зашла об установлении нового мирового рекорда, Евгений целился сразу на 24-часовой марафон. Машина «Жигули» шестой модели 1990 года выпуска была для этого серьезно доработана. Для увеличения нагрузки на заднюю ось в багажник были перенесены радиатор и аккумулятор. Кроме того, сзади же был установлен дополнительный топливный бак объемом 200 литров, из которого бензин перекачивался в основной 40-литровый бензобак. Часть деталей кузова была заменена на пластиковые. Смонтированы дополнительные фары для движения по автодрому в ночное время. Серьезную подготовку Евгений устроил и своему организму. В течение недели он сидел на диете, состоящей из курицы и риса. Снижал потребление воды. Два дня до заезда вообще ничего не ел, чтобы во время установления рекорда не ходить в туалет. Во время заезда выпил всего 100 граммов жидкости. Правда, брал с собой машину в фитнес-батончике, но больше двух осилить не смог. Для фиксации рекорда на ледовом автодроме были установлены камеры и специальные датчики. Еще одна камера все время работала в салоне «шестерки», а его друзья вели непрерывную трансляцию в YouTube, целью которой было не только привлечь внимание зрителей, но и собрать денег для регистрации этого достижения в Книге рекордов России. Как там предупредили, для попадания в эту книгу нужно будет заплатить 120 тысяч рублей. А Книге рекордов Гиннеса сейчас, по словам Новокшонова, мечтать не приходится. Для россиян действуют какие-то санкции. После 15 часов непрерывного дрифта Евгений понял, что 24 часа ему дрифтовать не удастся. Так, Жень, ну что, мы тебя поздравляем. Смотри, дистанция в 15 часов беспрерывного дрифта пройдена. Расстояние больше 376 километров, но мы продолжаем ехать, потому что данные плюс-минус не совсем точные. Нам надо уже на верочку это продолжать делать. Жень, ты красавчик, ты смог. Ура! Супер. Спасибо огромное, ребята, я вас поздравляю. И я с моим большим... У меня лицо отнимается. И я вас люблю. Жек, а ты красавчик, но надо еще ехать. Столько, сколько сможешь, сколько почувствуешь, сколько тебе организм твой дает. Ну, пусть там рассказывает об этом. Он поддерживается планом. Что ты, трех, да, двое. День я, машина. Температура воздуха на озере ночью опустилась ниже 20 градусов. Подвеска автомобиля стала очень жесткой, руки устали. Крутить руль становилось все сложнее. После 17 часов движения в заносе стала отказывать техника. 17 часов, 18 минут. Давай до 30 допинаем. Мне печка в ногу правую холодным уже дует правая нога, походу, все. Все, приняли информацию, давай, доезжай. Мы здесь с тобой. Ребята все смотрят, все болеют. Ребят, 12 минут осталось. 30 минут, а стеките... А, стеките 34 минуты, мое любимое число. Видимо, из-за утечки Тасола, печка, установленная в «Жигулях», прекратила греть нагнетаемый воздух. Окна в машине, как и руки и ноги пилота, стали замерзать. А вот двигатель напротив закипать. Женя, полторы минуты, минута 30 осталось. Давайте, давайте, ребят, 130 ближайся. Бигус все уже стоит там, колокольчиками своими звенят. Мотор кипит, двиг двигается к 130 градусам температура. В 17 часов 34 минуты Екатеринбуржец Евгений Новокшонов безостановочно дрифтовал на льду, проехав за это время 440 километров. Еще сутки после этого, как сообщил сам Евгений, он лежал пластом, а руки его болят до сих пор. Во время трансляции удалось собрать больше половины суммы, необходимой для регистрации рекорда. В планах у Евгения в этом году никаких соревнований больше нет. Накатался, говорит, на месяцы вперед. А вот в следующем готов попробовать установить еще один рекорд уже в парном дрифте. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка Ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.